Добрый вечер, уважаемые телезрители! Это программа «Вечер у Камина» и сегодня у нас в гостях Ирина Анатольевна Мельникова, мытищинский радиожурналист и член правления Союза журналистов Подмосковья. Ирина Анатольевна, добрый вечер! Юлечка, добрый вечер! Здравствуйте, дорогие мытищинцы, здравствуйте, телезрители! И особенное приветствие у меня сейчас моим коллегам, мытищинским журналистам. Да, я вас тоже поздравляю с этим праздником, потому что всегда приятно поздравить коллег, с вами соглашусь и желаю интересных тем, хороших героев, ну и, как всегда, крепкого здоровья. Взаимно, но позволь, я поприветствую и поздравлю и пожелаю еще своим коллегам прямо в начале эфира. Дорогие мытищинские журналисты, хочу пожелать вам, вы знаете, того, чего нам очень сильно всем не хватает, творчества, такого настоящего, творчества, по которому мы все очень скучаем. Но ведь не секрет, что за суетой, за текущими делами, за текучкой мы забываем о том, что вообще-то мы такие все талантливые, и столько у нас творческих амбиций, и так нам много хочется всего успеть, и так много у нас интересных тем. И вот я, наверное, пожелаю, чтобы каждый из нас, кто вот здесь, в мытищах, пишет, снимает, делает радиопередачи, чтобы вот удалось сделать какой-то свой шедевр. И это было бы, наверное, очень приятно всем нам. Будем стараться. Спасибо, Ирина Анатольевна. Надеюсь, коллеги оценят. Ирина Анатольевна, несколько слов о себе. Вот сколько лет вы в профессии? Ну, вообще-то, если честно, Юлечка, даже страшно представить. Я уже 40 лет в профессии. Была мечта детства поступить на факультет журналистики. Она чудом сбылась, потому что, можешь себе представить, это было советское время, советская журналистика, конкурсы были по 10-15 мест. Было престижно послушать. Престижно, да, по 10-15 человек на место. Ну, вот как-то случилось, ну, наверное, вот это действительно судьба, потому что она мне благоволила. Я поступила туда, училась с величайшим удовольствием, писали много, это были удивительные времена студенчества, какие у нас преподаватели были, много воспоминаний об этом периоде. Но самое главное, что я, хотя и закончила факультет журналистики МГУ, но я все-таки понимала, что я журналист районный. Я жила в Мытищах, и мне всегда было очень интересно работать здесь, вот на земле, на этой, на этом месте. Начинала в газете, за коммунизмом она тогда называлась. Потом судьба меня привела на радио. Учителем моим была Надежда Федоровна Терехова. Я думаю, что многие наши зрители знают, возможно, и лично, или знакомые по передачам. Это был голос Мытищ, удивительная женщина, но, к сожалению, сейчас ее нет с нами. А была практика на телевидении, Юлечка, я была твоей коллегой, да. Я с удивлением об этом узнала. В начале 2000-х годов, и вела тоже эфиры, сидели, вот мы тоже так же, ну, может быть, не у камина, но в студии разговаривали. Поэтому мне сегодня особенно приятно, здесь какие-то воспоминания, такие очень теплые, навеянные вот нашим сегодняшним с тобой разговором. Но вот подытожив, кажется, что один миг, вот эти 40 лет пролетели, как один миг. Но у меня вот не было такого задания перед самой собой, собрать свои архивные подшивки, архивные передачи теле. Ну, это делали, может быть, коллеги, там, руководители. Да, и книги писали. Книги писали, да, 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 и упоминания. Вот, ну, я все-таки это что-то я собирала, что мне особенно дорого. Вот, чтобы вот так вот, сидя вечером как-то у камина, вспомнить об этом и понять, что, ну, наверное, многое было сделано не зря. Все-таки благодаря нам, журналистам, в городе, в нашем, в наших замечательных мытищах, много что и развивалось, и происходило. И даже, вы знаете, я сейчас, вот, позволь, вспомню, это было в 1986 году. Мы из подполья вытаскивали рок. У нас был первый в Московской области, если не в России, фестиваль «Семь минут в октябре». Это мы с управлением по делам молодежи. Мы тогда пригласили Сашу Эвскляр, он нас был победителем, группа «Ва-банк». И это делала мытищинская молодежь. Но это делали мытищинские журналисты. Молодые, энергичные, творческие, такие вот, которые было все интересно. Были и запреты, это же было советское время. Нам доставалось, нас вызывали в горком комсомола, говорили, а эту группу нельзя, потому что у нее там где-то что-то не так в текстах. Ну, слава богу, эти времена прошли. А воспоминания теплые, дружеские связи остались. И самое главное, что это, вот, понимаешь, что, ну, не зря. Все было не зря. Журналисты и лицеписцы практически. Да. Не зря были наши публикации, не зря были газетные выступления. И критические, и лирические. И все было в нужное время и в нужный час. Как сегодня, Орина Анатольевна, оцениваете современную журналистику? Понимательно, что классика это телевидение, все начиналось там с газеты, радио. Но сегодня, что называется, наступают на пятки лично нам, да, блогеры. Каждый, взяв телефон мобильный или там, не знаю, сделав фотографию, уже может подписываться, и, не знаю, там, журналистам, операторам и режиссерам. Вот. Как вы оцениваете вообще вот эти новые тенденции в современной журналистике? Потому что, по сути, эти люди тоже формируют определенную культуру среди своего поколения, из тех, кто за ними последует в дальнейшем. Вот здесь, конечно, неоднозначно все, Юль. Я не хочу брюзжать, не хочу показаться несовременной. Но есть моменты, которые меня, конечно, очень беспокоят. Я бесспорно очень люблю современную молодежь. Мне очень нравятся ее творческие искания, нравится, как откликаются они на вызовы современности. Много что происходит очень интересного. Но вы знаете, есть у современных, так сказать, авторов, которые называют себя журналистами, блогерами, есть небрежные отношения к языку. Есть, вы понимаете, даже небрежные отношения вообще к профессии. А вы понимаете, это ведь культура, это наша культура, и всегда российская журналистика. И со мной согласятся мои коллеги, Юлечка, и ты, наверное, согласишься, что традиции российской журналистики, они очень крепкие. Это всегда культура речи, культура письма, грамотная речь, грамотные выступления. Я помню, нас за грамматическую ошибку наказывали премиями. Вы понимаете, могли лишить там, я не знаю, даже там выходных дней. Это просто какая-то запятая. Вы понимаете, насколько это было серьезно. Мелочь, казалось бы, на которую сегодня не обращает внимание большинство читателей. Ирина Анатольевна, говоря о профессиональной деятельности, вот вы член правления Союза журналистов Подмосковья. Очень серьезная организация. Я в ней, многие мои коллеги, чему очень рада. Задачи ведь непростые стоят. Вообще в целом у Союза журналистов России и Подмосковья, потому что и конкурсы профессионального мастерства, и различные мероприятия, и в том числе спортивные, не знаю, по разным направлениям. Вот несколько слов расскажите о той работе. Все-таки входить в правление – это особая честь, наверное. Вот просто членом быть и членом правления – это разное. Да, это так. Это действительно и честь, но это и обязанности. И это тоже очень важно и приятно. Я хочу сказать, что вот Союз журналистов России, возможно, даже многие не знают, и не буду скрывать, что даже наши коллеги не все знают, о том, что это, хотя и общественная организация, но очень серьезная, очень творческая и очень такая, знаете, сейчас серьезно развивающаяся организация. Она буквально вот на подъеме сейчас существует. Ну, во-первых, пришел новый руководитель, молодой, амбициозный, который готов, так сказать, двигать организацию вперед, многое для этого делать. Владимир Геннадьевич Соловьев, я о нем говорю. Достаточно просто даже назвать вот таких... Два примера у меня есть, скажем, вот когда пандемия началась в стране, ведь благодаря усилиям руководства Союза журналистов России, журналистику удалось внести в отрасль особо пострадавших в период пандемии. А это значит, что сохранились тысячи газет, сохранились радиостанции, сохранились стивилизионные студии. Если бы этого не было, возможно, сейчас бы мы просто были бы настолько объединены на эти средства массовой информации, особенно в маленьких городах, где настолько людям нужна местная информация, правда? Конечно, что рядом с твоим домом в соседнем дворе, конечно. Вот, да. Второе... И сейчас это все, так сказать, поддерживается, и финансовая помощь оказывается до сих пор, и эти средства массовой информации не просто выстояли, а развиваются. Второй момент. Ведь не случайно журналистов ставят в разряд особо людей, которые обладают особо опасной профессией. Защита вот как раз. Да. И, ну, хорошо, мы, допустим, районщики, нас в горячую точку не пошлют. А сколько центральных изданий, где журналисты, прям буквально, вот что называется, в пекло идут. И защитить их как-то надо. И вот Союз журналистов России, значит, мало того, что обязательным условием выдвинул это обучение журналистов, и страховка. То есть сейчас любой журналист, который отправляется вот в такое место, где горячо, он застрахован, его жизнь застрахована. То есть отвечают, за этих людей отвечают, они не брошены. И еще одна очень немаловажная деталь. Союз журналистов России очень поддерживает материально ветеранов своих. То есть постоянно оказывает помощь денежную, продуктовую, особенно сейчас в период пандемии. Бывает так, что отправляет бесплатно в санатории. А Союз журналистов Подмосковья сейчас тоже очень активно развивается. И, вы знаете, вот просто, ну, как вам сказать, с гордостью сообщу о том, что региональная организация по итогам 2021 года возглавила топ-20 лучших организаций страны. То есть она просто, то есть она лучшая, скажем так, в России. В России, да. И самая многочисленная. Есть еще одна победа. Например, в прошлом году, я все еще никак не могу перестроиться с 21 на 23. Я думаю, не одна я так, да. Значит, вот победили, вы получили президентский грант, называется, посвященный битве под Москвой. Журналистский долг памяти. Была издана книга. И, в общем, тоже очень много внимания. Большое такое экспедиционное движение. Последний, из последних побед был проект, поддержанный Институтом развития интернета, посвященный науке в Подмосковье. И он тоже был назван лучшим. А вы понимаете, что проекты были со всей страны поданы на грант. А вот он был назван лучшим. Ирина Анатольевна, расскажите несколько слов о радио в мытищах. Потому что все время, вот у меня, несмотря на то, что и газета, вот вы сказали и телевидение, но вы для меня лично журналист радийно. Уж простите, вот так сложилось. Знаем, что... Юлечка, так и есть. Я душой, в общем, всеми своими, так сказать, помыслами. Я, конечно, радиожурналист. Я люблю радио. Я очень много своих лет и жизни, и опыта отдала именно радио. Я уже говорила про своего учителя замечательного. Я стала ее и последователем. И именно те традиции, которые Надежда Федоровна Терехова заложила, я сейчас это все поддерживаю, развиваю. У нас есть пути развития. И признаюсь, и скажу добрую весть и моим коллегам, и нашим зрителям, что радио в Мытищах не умерло. Оно есть и сейчас развивается. Оно называется радио Мытищи. Начинаем мы, ну, можно сказать, сначала. Первый этап — это некие площадки у торговых центров. Они будут просто рассказывать, вернее, на этих площадках мы будем нашим мытищинцам рассказывать о каких-то главных событиях. Недолго, коротко, но заявим о себе. А дальше это будут интернет-площадки, что на самом деле тоже не так плохо. Есть амбиции, не амбициозные планы сделать мобильное приложение, потому что мы очень хотим на молодую аудиторию выходить. И у нас есть опыт сотрудничества с молодыми кадрами. Кстати, в вашем коллективе работает. Моя воспитанница с гордостью, я об этом скажу. Нам это очень приятно. Вот, да, Алина сам уже. Да, поскольку я... У меня это очень... Поскольку разговоры обо мне сегодня тоже. Не только о журналистике в целом, но обо мне. Вот, и поэтому для меня на самом деле это настолько приятно. И я сейчас просто, знаете, что называется, с новой энергией. Как-то сразу прям помолодела душой, когда поняла, что есть перспектива. А вы знаете, Юля, наверное, ты по себе... Юля, ты же, наверное, по себе это знаешь, что мы... Вот, раз мы в этой профессии, это просто как... Она же ведь с головой просто окунаешься в нее. Ничего другого больше делать не умеет. Да, это просто вот она... И с другой стороны всегда говорят, что журналисты, ну и вообще вот, да, люди, которые работают в масс-медиа, они настолько универсальны, что любую профессию могут освоить, так как они и в цехах, и на уборке, и на заготовке, и где угодно, и везде все попробовали, и везде, не знаю, руку приложили, так сказать. Юль, ну уж ораторами, артистами, я не знаю, там, ну уж точно мы можем быть. Мы работаем для людей. Для людей. И работаем с людьми. И работаем с людьми. Спасибо большое. С праздником. Спасибо за встречу. Еще раз на этом наша программа завершена. Это был вечер у Камина на Первом Утеченском. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok